Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у вас на экранах новая рулетка с кастомизацией. И честно говоря, данное видео мне хотелось начать с такой фразы, как «Одумайтесь, друзья! Одумайтесь! Что вы делаете?» И я сейчас попытаюсь объяснить, почему именно так. И, ребят, не бросайтесь в меня, пожалуйста, фекалиями в комментариях, те, кто со мной не согласен. Я высказываю свое субъективное мнение. Я понимаю, что есть игроки, которым нравится кастомизация в игре, которые готовы отдать там бешеные бабки за то, чтобы фон профиля был именно Tiger Girl, потому что это очень редкий фон профиля. Он действительно очень красивый, вопросов нет. Но, ребят, вопрос все-таки ценника. И я сейчас говорю, наверное, к тому преобладающему большинству игроков, которые понимают стоимость голды в данной игре, так как ее понимаю я. И давайте посмотрим на шансы выпадения и на то, сколько вам все это обойдется. Полностью весь цикл вот этой рулетки обойдется вам в 7930. Но будем округлять. В 7900. И, скорее всего, для большинства игроков вот эти вот прокрутые, они будут обязательными практически в полном объеме для того, чтобы получить самые редкие награды, которые здесь есть. А именно фон профиля Tiger Girl, хранитель неба, у которого шанс выпадения не намного больше, чем у фона профиля, а именно 0,09. Да я бы, честно говоря, ради хранителя неба и ради фона профиля Tiger Girl с вероятностью 0,9 не крутил бы. А что касается того, чтобы получить, допустим, там тех же самых осколков, так я эти осколки могу получить, просто продавая камуфляжи, которые выпадают мне из всякого рода контейнеров, выполняя боевые задачи и участвуя в каких-то ивентах. И, по большому счету, огромного количества осколков, ну, тут тоже, ну, нет просто. Окей, тысяча, пятьдесят, семьсот пятьдесят. Ну, ребят, ну, это смешно, честно говоря. Есть еще, допустим, MG08. Довольно интересная штука. Но она все-таки не на всех машинах смотрится хорошо. Она хорошо смотрится на машинах исторических и более старых. Ну, я бы сказал, тех, которые были, допустим, во времена Первой, либо, там, максимум Второй мировой войны. На современных машинах, ну, оно просто нормального внешнего вида не имеет. Но это, опять-таки, мое субъективное мнение. Поэтому, ребят, здесь, как бы, я не претендую на звание самого правильного игрока с самыми правильными взглядами. Но так или иначе, я, допустим, данную рулетку крутить вообще никакого смысла не вижу, потому что, как я уже сказал, стоимость всей вот этой вот рулетки, 7900, с высокой долей вероятностью вы потратите ориентировочно где-то 1000 голды. Давайте еще раз вернемся к вопросу стоимости шагов и давайте посчитаем, да. То есть, допустим, там, половину даже вы прокрутите. И поверьте мне, за те бабки, которые вы на это все потратите, вы максимум что получите? Это осколки, вы получите камуфляжи. Ну, может быть, получите возможность открыть контейнер себе, допустим, какой-то один из двух, которые сюда положили. И, может быть, чисто теоретически вам выпадет Заяц. Но, опять-таки, анимированный аватар с Зайцем, ну, как бы тоже, блин, ну, за что отдавать голду? Реально, 7900 это стоимость приличного нормального танка 8 уровня, который может хорошо играть, который может хорошо фармить, который будет доставлять вам удовольствие от боев. Ну, вот, допустим, сейчас у нас на продаже есть. Пускай не прям там за 7900, но за 8500 можно взять Акулу. И обзор на Акулу выйдет у меня на канале очередной, свежей, буквально через час-полтора. И данная машина мной считается одной из лучших на 8 уровне. Те же самые 7900, ребят, вы можете потратить на Экшен Икса, который будет доставлять вам массу удовольствия от боев. У вас еще и сдача останется 400. Да, пускай голая машина, тот же самый Т54Е2, тоже будет в голом виде без какого-то красивого кама. Но это хотя бы то, чем можно пользоваться. Не спорю, как я уже сказал, есть те игроки, которые готовы отдать свою голду, для того, чтобы у них был красивый фон профиля. Возможно, я как-то не совсем правильно отношусь к фонам профиля. У меня стоит фон профиля из одного из батл пассов, посвященный тематике Терминатора. Просто потому, что мне нравится сама тематика. Если бы у меня его не было, поставил бы что-то другое, или вообще был бы без него. Я без него, в принципе, существовал, наверное, лет 6. Не ставил себе вообще никакой фон профиля. И мне было абсолютно ровно. Кто там что видит, заходя посмотреть на мою статистику, или заценить еще какие-то достижения по моему аккаунту. Но это мое субъективное мнение. Вы обязательно напишите свое мнение по поводу данной рулетки. Будете ли вы ее крутить? Ну, а если крутили, то сколько потратили, и что вам из этого выпало? А это было честное субъективное мнение по поводу новой рулетки. И я буду безумно вам благодарен, если взамен на ту честность, которую я проявляю по отношению к вам в своих видео, вы подпишитесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.